Если у вас какие-то вопросы, давайте сразу здесь, на берегу, уточним. Только в далекой атлетике. Датя Михайловна, можно пояснить, то есть 21 июля будет принято решение относительно наших спортсменов? Значит, 21 июня должно быть принято решение относительно законности и действительности нормы, которую приняло ИАП в качестве критерия допуска наших спортсменов на английские игры. Морма, которая ограничивает доступ наших спортсменов к этих играх. Как она звучит, вы знаете? Ну, читали, наверное, решение Совета ИАП? О том, что по индивидуальной заявке российские легкоатлеты вправе подать заявление и должны доказать, что они не тренировались в России, что они были субъектами надлежащего допинг-контроля внешнего иностранных антидопинговых организаций, а не российского, и то, что за эти полгода они прошли пункт тестирования не менее 3, для кого-то 6 тестов, и результаты этих тестов были отрицательны. Вот такие вот критерии. Ну, самый основной критерий, если по второму и третьему критерию, в принципе, эти критерии исполнимы всем нашим списком из 68, то, исходя из первого критерия, у нас только два легкоатлета, кто не тренировался в России. И вот этот вот ужесточающий дискриминационный принцип обжалует английский комиссия. А это будет решение окончательное, и обжалование не будет? Оно окончательное. Касса решения всегда окончательная. Где гарантия того, что и даже в случае победы, и АФ вновь мне принес пересматривать эти заявки наших электроатлетов, и все равно вынесет... Нет, если решение будет сформулировано таким образом, что этот критерий не применяется, что он не должен применяться, то тогда и АФ будет рассматривать заявки наших электроатлетов, но без учета того, где они тренировались. Все равно решение за ними остается. Да, конечно, за ними остается. За ними могут просто... Что могут найти? Другие варианты найти. Нет, даже если... Я скажу, что я гарантировал якобы нашему комитету, что если касс... Что оно подчинится, решение... Да, подчинится решение. То есть это как бы уже автоматически. А юристы, которые мы делали дело, сказали, что дело весьма перспективно. Перспективно. Можете повториться на камеру, как бы, с вами все. А шансов успеха. Значит, учитывая то, что между Алинатолием, Алинатолийским комитетом, на ИАФ, было подписано специальное арбитражное соглашение, в котором ИАФ признал и подтвердил, что решение кассы будет для него окончательно, не будет обжаловано. Да, ни в каком виде... Ну, в принципе, решение кассы не обжаловалось. Да, также ИАФ признал в этом соглашении, о том, что в случае, если решение будет вынесено, ну, там, соответственно, 21-го числа, то все сроки, которые установлены, все дедлайны, которые установлены ИАФ для заявок, да, он, соответственно, отодвинет для российских предоатлетов на определенный срок, пока они не смогут уже в процедурном порядке применить соответствие с этим решением. То есть сроки отодвигаются. Что касается... Да, наши адвокаты рассматривают решение как это дело, как весьма перспективно. И по-моему, российского флага, по-честному, ну, или еще? Давайте так. Значит, нормы устава статуса ИАФ, статута, распространяются только на мероприятия ИАФ. Там они действительно ввели в это положение, о том, что российские предкоатлеты, которые, соответственно, всем этим нормам и требуются, в праве участвовать, как нейтральные спортсмены, но под нейтральный флаг. Олимпийская хартия устанавливает совершенно иные принципы. А для олимпийских игр законодателем является МОК и Олимпийская хартия. Так вот, для Олимпийской хартии спортсмены Национального олимпийского комитета выступают под флагом Национального олимпийского комитета. То есть это под государственным флагом Российской Федерации. И нормы ИАФ на олимпийскую хартию не распространяются. Об этом уже заявил Томас Бах в дискуссии с Себастья Руковой. Тем не менее, для того, чтобы подтвердить в судебном порядке вот этот тезис и норму, применяемую флагу на олимпийских игр, в нашем исковом заявлении также этот вопрос поставлен на рассмотрение вас.